Из Госдумы была наш корреспондент Дарья Козлова. Детали бюджета сегодня обсуждали в правительстве на заседании комиссии по бюджетным проектам. На месте сейчас работает наш корреспондент Артем Явщиков. Артем, день добрый. О каких главных темах говорили? Ну, конечно же, говорили о том, как выполнить майский указ президента. Я напомню лишь основные его параметры, которых необходимо достичь через 6 лет. Это первое, конечно же, и самое главное, что Россия должна стать пятой или в числе крупнейших пяти экономик мира. Планируется, что это будет достигнуто за счет, безусловно, наращивания экспорта. В прошлом году его объем был 190 миллиардов рублей. Планируется, что через 6 лет эта цифра должна подняться до 250 миллиардов. Упор будет сделан на поддержку малого и среднего бизнеса. Его доля в экспорте должна составить не менее 10%. Вопрос в том, как будут реализованы вот те самые меры поддержки малого и среднего бизнеса и экономики в целом. В частности, сегодня Дмитрий Медведев сказал о том, что будут реализованы нацпроекты. О них, о конкретных этих проектах мы узнаем до 1 октября. По ключевым направлениям. Это медицина, образование, цифровая экономика и так далее. В рамках майского указа мы начали разрабатывать национальные проекты. Для каждого из них определим контрольные точки по достижению результатов. Подробно мы говорили совсем недавно, в понедельник, на заседании президиума Совета по стратегическому развитию. Средства на национальные проекты, еще раз хотел бы акцентировать на это внимание, должны быть заложены в бюджет в первую очередь. Именно потому, что это приоритеты. Что касается средств, немаловажный вопрос. Будет создан бюджетный фонд развития за счет заимствований на рынке, а также первичного дефицита бюджета на уровне 0,5% ВВП. Для привлечения также частных средств будут задействованы РФПИ, Российский фонд прямых инвестиций и Внешэкономбанк. Вот такой фонд может за 6 лет составить 3,5 трлн рублей. Социальная сфера, ее будут поддерживать за счет роста НДС, напомню, с 18 до 20% в 2019 году. Это даст дополнительные доходы с того времени 620 млрд рублей в год. Это почти 4% от доходов бюджета. Но также будет, с другой стороны, упрощено налоговое законодательство. Это ускорение возмещения НДС. Это даст примерно 100 млрд рублей дополнительных ресурсов для бизнеса. Остаются льготы в части НДС на продовольственные и детские товары. Это 10%. Также налоговый режим для самозанятых будет введен и отмена налога на движимое имущество. Ну и, конечно же, налоговый маневр, о котором сегодня тоже много говорилось на заседании правительства. Напомню, в чем он заключается. Экспортные пошлины на углеводороды должны опуститься с 30 нынешних процентов до нуля. Взамен синхронно должна вырасти ставка на добычу полезных ископаемых нефти и конденсата. Изменения будут проходить постепенно, примерно, не примерно, а по 5% ежегодно и в течение 6 лет. Допдоходы от такого налогового маневра в течение этого периода составят от 1,3 до 1,6 трлн рублей за 6 лет. Чтобы это обнуление налогов, имеется в виду экспортных пошлин, не привело к повышению цен на нефть внутри России, будет введен так называемый отрицательный акциз на нефть. Причем этих акцизов отрицательных будет два. Планируется отрицательный акциз, который компенсирует отмену экспортной пошлины и увеличение НДПИ, для того, чтобы компании сохранили свою налоговую нагрузку на уровне до начала налогового маневра. И второй, демпфирующий отрицательный акциз, он может либо применяться, либо не применяться в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, в зависимости от экспортной альтернативы. И предусматривается, что он может быть как положительным, так и отрицательным. Ну, лишь добавлю, что 11 июля планируется парламентские слушания по проектировкам бюджета на следующую трехлетку. Коллеги.